Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня поговорим о любви. Эти карты очень классно об этом говорят. Черное Таро у нас в работе. Посмотрим, что они хотят нам рассказать. Какую-то любовную историю, которая ваша. Скорее всего, мы хотим узнать то, что будет в ваших отношениях. Скорее всего, с каким-то мужчиной. Первая карта выходит. Карта семерочка. Кубка довольно часто показывает иллюзии. Довольно часто. Все равно это любовная карта. Сейчас посмотрим, дорогие мои. Сейчас посмотрим. Давайте я буду так делать, чтобы вам было удобненько. Ну, тут знаете как? Иллюзия, иллюзия. Ну, кто-то за вуалью занимается любовью. Вот так вот хотят сказать. Есть вуаль, и есть два человека, которые очень страстно хотят друг друга. Ну, почему нам иллюзорную карту такое показывают? Что это значит? Десяточка. Смотрите. Это знаете как? Как кто-то накрыл. Или кто-то приостановил. Конец. Тут также такая история может быть. Возможно, вы мечтали о встрече, об интимной встрече. Либо кто-то мечтал об интимной встрече. Нет, это вы. Потому что здесь, как король, показан тот, который ставит условия. Тут какая-то точка, потому что не у короля, а тут император-мужчина. Мужчина проявляет какую-то жесткую-жесткую позицию. Тут манипуляция идет либо по магии, как-то, вот знаете, что-то такое. Как-то идет. Да, тут есть какое-то третье лицо. Что происходит, интересно? Мужчина. Так, я хочу посмотреть, что это нам такое хотел сказать, что это между вами с этим мужчиной. Смотрите, перекрещение, перекрещение. Знаете, как будто отрицание какое-то идет. Разрушение. Девочки, смотрите, тут какие-то отношения идут на... не то, что на убыль, она... Разрушается что-то? Что-то я вижу. Разрушается. Или это сегодняшняя ситуация? Может, могут так показать? Ведь это часто так. Так, тут вам тут же рекомендуют держать спокойствие. Почему? Почему? Потому что все идет так, как нужно. Подконтрольно это вашим... Не знаю, даже высшим силам может быть подконтрольно. Тут, как и Грегор показано, но я вижу, что Грегор это все-таки какой-то проводник между, да, говорит, что будь спокойно, дитя мое, все идет замечательно. Тут сам ангел говорит об этом по короте умеренности. Так... Все стабильно. Идет работа. Работа почем? То есть тут это как-то влияет на эти отношения? Да, на развитие отношений либо в этой, здесь, либо все равно ты идешь какой-то путь, где будет тебе открыты все берега. Смотрите, ускоренная программа развития. Акселерация идет. Я вижу, что вы выходите из слезного состояния, да, стойко выдержали. Я тут вижу, что еще и мужчина тоже немножечко в ситуации такой побыл, когда заскучал. У вас этап, когда вы... Этап накопительства какого-то вот так. Энергии может быть, ресурсов. Вы как королева Пентакли, да, то есть жена на паузе. Да, вот вы же супруга на паузе. Возможно, было там предложение руки и сердца и пауза. Возможно, было, не знаю, тут вообще какой-то треугольный такой элемент мог быть, да, что мужчина пообещала, что оставит ту женщину, придет к вам. Такое может быть. Тоже, знаете, как на паузе. На паузе. Да, вот она. Чтобы вылезти из вот этой ситуации, надо чем-то пожертвовать, говорят. Нет, вас защитят. Не нужно ничем жертвовать. Да, вас говорят, вас защищат, защитят, прикроют. Вы слишком беззащитны в этой ситуации. И духи рода вас могут защитить. Не нужно ничем. Да, потому что тут даже, знаете, что идет? Женская энергия какая-то очень сильная от духа вашего рода, которая защитит вас в этой ситуации. Что такое? Ух ты, ну прям очень классный. Когда вам будет больно, когда из вас сделают жертву, у вас будет серьезная защита. Хорошо, мне интересно тогда эти отношения. Вот этот пик негативный, кризис, он как-то повлияет в плюс или в минус, куда приведут эти отношения. Так, смотрите, пятерочка здесь идет. Ничего. Ух ты, ну тут королева какая-то очень сильно будет стараться наносить удары. Тут какая-то королева прям несет, но я вижу, что она хоть и наносит удары, у вас это нивелируется тем, что вас как-то действительно защищает небо. Вашу пару защищает небо. так. Останетесь ли вы вместе? Либо так, будете ли вы? Сойдетесь ли вы? Я просто вижу, что тут как-то будет разрыв или что? Давайте посмотрим, сойдетесь ли вы тяжело. Девятка. Тут какой-то шаг назад, потому что больно. Кому-то придется первому сделать шаг. Вот. Похоже на шаг назад. Но этот шаг поможет этой паре быть вместе. Кто-то должен проявиться будет. Может, это вы. То есть, тут смотрите. Вот. Да, тут женщина может проявиться. Хорошо. Будущее этой пары вас и молодого человека, о котором здесь идет речь. Тут интересно. Будущее. Смотрите, вы создадите собственный мир, который будете защищать. Оба будете защищать. Вы как маленькие дети сейчас в этих отношениях, но произойдет изменение. Большие, серьезные изменения в этих отношениях. Паш после трансформации превращается в короля. Этим отношениям как будто бы чего-то не хватало, чтобы вы были вместе. И что-то мешало, чтобы вы были вместе. Возможно, мешали обстоятельства. Естественно, люди, когда кто-то хочет, кто-то не хочет. И все мы люди. И нельзя судить даже тех, которые прям не хотят. Это их дело. Разве что, если они не делают гадости, конечно. Но тут могли Пентакли еще играть роль. То есть, что-то материальное, возможно, сдерживало вашу пару для того, чтобы вы соединились. И смотрите, Паш в энергиях еще Паша, да? Мужчина. То есть, он такой еще как присмыкается. Но он старается защитить ваше отношение. Старается сделать этот мир и всеми силами оберегает территорию вашей взаимосвязи. Изменения происходят. То есть, смерть идет. Она забирает ненужное, уносит. И смотрите, тут после трансформации выходит человек просто королем. Король – это тот человек, который уже не просто может что-то дать, да? он самостоятельно принимая решения ведет кого-то еще и за собой, да? То есть, человек, который может осознанно, осознанно принимая решения брать ответственность за женщину, которую я там с ним. Король мечей. Причем, знаете, такое решение принимает серьезное в своей жизни. Говорит, ну что я, это решение, это решение моей судьбы. Я не могу сейчас свою судьбу бросить под откос. Он выбирает вас, выбирает любовь. Если вы любите друг друга, то он выбирает любовь. Да. Победа вас ждет, в ваших отношениях ждет вас победа. Так, деньги идут к вам тоже. У нас тут пентакливый. Медленно, но уверенно к вам идут деньги. Хорошо. Интересно. Вот этот кризис можно избежать? Я бы вернулась к этому кризису. Тут какой-то капец. Десяточка. Как избежать этого кризиса? Правосудие. Ну, поступать правильно. Вам, прежде всего, нужно поступать правильно. Как избежать правосудия? Не поддаваться на искушения какие-то. Потому что потом будет ночью очень даже неинтересно обдумывать эти мысли. Придется переживать. Не поддаваться на искушения. Думайте, что там за искушения. Как избежать? Ну и правильно действовать. То есть, когда необходимо и когда вроде как все правила соблюдены, ты имеешь право действовать первой. Если вдруг что. потому что будет много сомнений, но в ваших руках есть ключик. В ваших руках есть ключик. Смотрите, под картой король вас любит и сам видит, что ему необходимы вы, как воздух, как вода. И в ваших руках некий ключ к его сердцу, к его подсознанию, к правде и также к материальному в ваших отношениях и также к, не знаю, как это, сердце, у мужчин еще, сексуальное сердце. Да, тут расстояние какое-то будет, но вот выдержать это расстояние может быть просто дистанция, не то, что там расстояние, может на одной улице будете жить. И новый этап вам сулит все-таки перемены. Какая-то хитрость идет. знаете, как мужчине необходимо будет побыть одному какое-то время для того, чтобы осознать что-то, обдумать. и он вот эту хитрость он и сам это понимает, да, но вот эта семерка показывает на то, что он идет как бы за своими желаниями, а вы поддаваться можете, если поддаетесь. А если оставить его наедине, да, некоторое время, он обдумает, вот смотрите, в какие энергии выходят замечательные. Рыцарь Паш Кубков, да, со своей нежностью, любовью несет вот этот кубок вам и еще Рыцарь Пентаклю медленно, но верно, да, идущий к вам со своими денежками. Ну, конечно, он же любит вас. Да. Хорошо, мои дорогие, духи рода какое-то слово скажет последнее, если вдруг можно вам услышать этой паре. Боритесь за свое счастье, говорят, духи рода. И многое зависит от мудрой женщины, от вас. Не скрывайте ваше счастье некоторое время и создавайте. Смотрите, такие простые карты вышли, ну, кроме верховной жицы, конечно, да, пятерочка, пятерочка, пятерочка и троечка. Все-таки такие, ну, слегка кризисные карты, особенно пятерка. Тут без борьбы ничего не будет. Вернее, будет, но как-то криво и косо. А так как здесь пара, замечательная пара, они могут создать прекрасные отношения, и вы боритесь за свои отношения. Мудрость вашу никто не отменял. А мужчина может вместе с вами создавать прекрасные отношения. Ну, что тут еще можно сказать? Дорогие мои, вот такое сегодня было у нас гадание. Спасибо вам за то, что вы были здесь, за лайки, комментарии, за поддержку финансово, за ваше суперспасибо. Да, есть такая функция у YouTube, тоже замечательная функция, которая позволяет продвинуть видео, да, и также поблагодарить мастера за расклад. Жду вас на следующих видео, пускай вам в разы больше Вселенная дает подарка за то, что вы вот так замечательно здесь развиваетесь, и что ж, встречаемся на новых видео. Всего доброго, пока-пока.